Рецепт, которым я сегодня хочу с вами поделиться, уж точно никого не оставит равнодушным, особенно мужчин, поэтому обязательно сохраняйте. Первым делом нам нужно подготовить лук. У меня белый, но можно брать тот, который у вас есть сейчас, или тот, который больше всего любите. Лук нам нужно будет хорошенько измельчить на маленькие кусочки. Делайте это так, как вам больше удобно. Особого значения для этого рецепта это не имеет. Это будет неимоверно вкусное и, самое главное, очень простое в приготовлении блюдо. Его запросто можно будет подать даже на праздничный стол. Лук практически готов. Еще немного измельчаем ножом и все готово. Вот так. Измельченный лук отправляем в емкость с мясным фаршем. Сегодня у меня говяжий фарш, но можно для этого рецепта использовать абсолютно любой или сочетание нескольких, кто как больше любит. Фарша нужно где-то полкилограмма. Берем немного соли для баланса вкуса. Лучше использовать ядированную соль мелкого помола. Теперь смесь перцев, итальянские травы, мускатный орех для пикантности и аромата и сладкую паприку. Она прекрасно дополнит вкус мяса. Теперь хорошенько все перемешиваем, чтобы специи смешались с мясом и луком. Нам нужно сделать все однородной консистенции. Оставляем пока фарш в стороне и займемся приготовлением других ингредиентов. Для этого рецепта нам еще нужна будет обязательно зелень. У меня сегодня укроп. Одного пучка среднего размера будет вполне достаточно. Укроп хорошенько измельчаем обычным ножом. Будет очень ароматно. Подготовленный укроп отправляем в отдельную емкость. Теперь зеленый лучок. Его тоже нужно меленько нарезать. Вот так. И отправляем теперь его в емкость с укропом. Кстати, не забудьте подписаться на канал, если еще не со мной, чтобы не пропустить следующие интересные рецепты. Теперь берем йогурт. 6 столовых ложек. У меня греческий. 10% жирности. Но можно взять тот, который есть у вас. И добавляем его в измельченную зелень. Еще нам нужна будет томатная паста. 2 чайные ложки. Добавляем в йогурт и хорошенько все перемешиваем в однородное состояние. Это будет нереально вкусно и очень ароматно. Делается это все очень быстро и совершенно несложно. Вот так. Теперь достаем капусту. Хрустящую, молоденькую и такую вкусную. Нарезаем капусту на вот такие вот сегменты, как показано на видео. Не сильно толсто и не сильно тонко. Главное, нарезайте осторожно, чтобы каждый сегмент сохранил свою форму и не развалился. Это, кстати, зависит тоже и от капусты. Так что выбирайте плотные кочаны. У нас должны получиться вот такие вот кружочки средней толщины. И практически все готово. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой. И выкладываем на него наши кружочки капусты. Вот так. Теперь возвращаемся к нашему фаршу. Берем необходимое количество и формируем небольшие котлеты. Удобнее всего это делать просто руками. Готовые котлеты выкладываем поверх капусты. И так проделываем со всем оставшимся фаршем. Вот так. Должно получиться 6 больших котлет. Диаметр делайте исходя из заготовок капусты. Котлетки должны быть чуть меньше, чем капуста. Вот так, как у меня. На каждую мясную котлету теперь выкладываем по 1 столовой ложке приготовленного соуса. И аккуратно распределяем соус по всей поверхности мяса. Так проделываем с каждым порционным кусочком. Рассчитывайте так, чтобы соус охватило на все кусочки. Вкуснее блюдо даже сложно себе представить. А самое главное, что возни с ним совершенно никакой нет. 5-7 минут и все приготовления. Вот такая красота у нас в итоге получилась. Отправляем теперь наш противень запекаться в духовку на 45 минут. Предварительно разогрев ее до 180 градусов. Ох, и сложно это, когда просто ждешь. Через время достаем. Уф, вот это аромат сейчас на кухне. А посмотрите, как все красиво вышло. И как-то даже по-праздничному. Сразу накрывайте и зовите всех к столу. В горячем виде это блюдо нереально вкусное. Запеченная сочная капусточка с поджаренным мясом под нежным пикантным соусом. Слова подобрать уж точно у вас не получится, чтобы описать, насколько это вкусно. Так что настоятельно рекомендую приготовить и влюбиться в этот рецепт навсегда. А я уже с нетерпением жду вас в комментариях. Как вам такой рецепт? И что бы вы еще сюда добавили? Не забывайте поставить лайк. Мне будет очень приятно. И до новых рецептов. Пока-пока. Пока-пока.